И сердце моё с тобой Славный, великий, прекрасный Наполняющий всё во всём Славный, великий, прекрасный Наполняющий всё во всём Славный, великий, прекрасный Наполняющий всё во всём Всё во всём Всё во всём Всё во всём Ты мой царь Бог мой, ты царь мой Ты рядом И сердце моё с тобой Бог мой, ты царь мой Ты рядом И сердце моё с тобой Аминь, люб Пусть там и лы поют И сердце моё с тобой И сердце моё с тобой И сердце моё с тобой Ангелы на небе и святые все будут воспевать, преклоняя сердцем всем хвалу Тебе. Ангелы на небе и святые все будут воспевать, преклоняя сердцем всем хвалу Тебе. Ты достоин славы всей, достоин славы всей. Ты начало и конец, величия венец. О, ты достоин славы, о, ангелы. Ангелы на небе и святые все будут воспевать, преклоняя сердцем всем хвалу Тебе. Ты достоин славы всей. Достоин славы всей. Ты начало и конец, величия венец. О, ты достоин славы всей. День и ночь, ночь и день, пусть льется хвала. День и ночь, ночь и день, пусть льется хвала. День и ночь, ночь и день, пусть льется хвала. День и ночь, ночь и день, пусть льется хвала. День и ночь, ночь и день, ты достоин славы всей. Достоин славы всей. Ты начало и конец, величия венец. О, ты достоин славы всей. Скажи сейчас. День и ночь, ночь и день, пусть льется хвала. День и ночь, ночь и день, пусть льется хвала. День и ночь, ночь и день, пусть льется хвала. День и ночь, ночь и день, ты достоин, Господь. День и ночь, ночь и день, пусть льется хвала. День и ночь, ночь и день, пусть льется хвала. Перед Тобой склонится всякое колено небесных и земных. Мы уповаем на Твое святое имя, Господь. И мы знаем, что только у Тебя есть надежда, которая не постыжает, потому что любовь Божия извелась в сердца наши Духом Святым. Благодарим Тебя, Отец. Аминь. Аминь. Слава Богу, слава Царю. Приветствуем всех вас, всех, кто смотрит нас через интернет, кто смотрит нас на телекомпании ТБН и в разных других местах. Друзья мои, ну что, рады видеть. Привет, привет, музыканты. Хотя я с вами уже здоровался, но как бы там ни было, вы молодцы. Ну что, присаживайтесь в любви, в мире. Времена у нас своеобразные, вот как раз сегодня об этом и поговорим. Времена очень специфические, потому что вот эта пандемия, она уже так достала, она настолько вызывает конфликтные чувства внутри, что, ну, люди многие просто впадают в депрессию, кто-то просто включает игнор, и многие люди просто даже не хотят сегодня видеть будущее. Говорят, что, ну все, запнуто на одном и том же, мы опять будем возвращаться к тому же, что было, это уже вторая волна, потом будет третья волна пандемии, ну и так далее. Друзья мои, многие пасторы и служители переживают за то, что церковь не вернется никогда в те формы, в которых она была раньше, полные залы людей уже больше никогда не будут. И вот такая, знаете, негативная атмосфера, она вот витает по всему миру. Надо понять, не просто вот в России, она по всему миру. Мы просто находясь в Нижнем Новгороде, нам кажется, что, ну, вот это у нас так. Да нет, нет, я созваниваюсь, разговариваю со всеми, и оптимизма у людей как-то поубавилась. Но вот сегодня, вот как раз сегодня и поговорим на одну интересную тему, на тему, которая будет нас вдохновлять, потому что такие вещи уже были в человечестве, уже были депрессивные, я не знаю, депрессивные сезоны, ужасные сезоны. И хотелось бы вот заострить ваше внимание на том, друзья, что, ну, Бог, Он хозяин всего. Он написал свой сценарий, и этот сценарий никто не поменяет, потому что начало мира было его задумкой, и конец мира это тоже будет его последним актом, вот в этом сценарии. И, друзья мои, если вы сегодня смотрите нас через интернет, я бы хотел, чтобы вы все-таки не теряли веру и старались попасть на живое собрание. Да, у нас есть, как бы, запись, есть регистрация, но вы попробуйте, потому что я некоторых людей вижу, они приходят постоянно, а значит, они находят возможность зарегистрироваться, а ты сидишь и не находишь такой возможности. Пойми, ты расслабляешься, пьешь там чаек, стучишь там по стаканчику ложечкой, наливаешь себе метку, рядом бабушка неверующая проклинает тебя. Когда мы прославляем, ты даже ручки свои боишься поднять к небесам, потому что на тебя смотрит папа неверующий, или еще кто-то дома. Слушай, соберись с силами, соберись, приди в церковь. Друзья мои, и все, кто со мной согласен, плюсики поставьте, у меня есть интерактив, вот здесь интерактив. Пишите, я буду рад. И, кстати, параллельно пишите нужды, о чем бы нам помолиться в конце. Итак, друзья, слава царю. И я сегодня хотел с вами поделиться не просто проповедью, не просто у меня сегодня будет какое-то название проповеди, я хочу поделиться словом Рема на 2021 год. Вот просто слово Рема. И мы должны понимать, что такое слово Рема, во-первых. Дело в том, что Новый Завет написан на греческом языке, и на греческом языке слово-слово, оно имеет два вида. Первое – это логос. Логос – это информация. Просто вот приходит какая-то информация. Это логос. То есть ты получил что-то новое. Сказали тебе слово, ты понял, что это. Все новости – это логос. И даже Библия говорит, вот в том месте Писания, в Евангелии от Иоанна, первая глава, где сказано, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, это логос. Даже как-то ученые стали приходить к выводу, такие, знаете, вот философы, да не только философы, вообще такая научная философия, она же всегда задается вопросом, откуда взялся мир? И вот, да, понятно, там, великий взрыв, откуда он взялся, кто дал толчок первый? И вот все больше и больше начинают говорить о какой-то такой информации неуловимой, за которой стоит какой-то логос. Я думаю, так, вот даже атеисты, ученые, и то начинают говорить на каком-то религиозно-философском языке. Ну, а Библия уже говорит, в начале было слово, в начале было логос, информация. Но второе значение слова «слово», вернее, не значение, а звучит, это «ремо». «Ремо» – это тоже вид слова, но только слово – некая команда, которая вызывает действие. То есть, если ты говоришь «логос», это просто информация. Когда говоришь «ремо», это приказ, или это интервенция какая-то, которая приходит и что-то приносит. И это вот слово используется постоянно, когда Бог сказал и стало так. Это «ремо». И вот, друзья мои, мы с вами, как верующие люди, просто должны верить, просто нам необходимо верить в слово Господа. И верить в Него не просто, что вот мир так был создан и что-то будет, а то слово, которое несет нам не просто надежду, а из невидимого делает видимое. Это то, что приносит исцеление, восстановление. Это слово, которое становится материальным. Слово «ремо». И вот как-то в течение года 2020-го я жил тоже в каком-то вакууме, если честно. Год вообще нелегкий, 2020-й. И я не знаю, кто только слепец может сказать, что все было прекрасно. Я уж не говорю там про пандемию, я говорю даже, что и с экономикой проблемы какие, и границы закрылись, такого не было со времен Советского Союза. И как-то все очень сложно. И люди, вы знаете, впадают реально в какой-то анабиоз. Вот как дальше жить, что делать, страхи какие-то витают. Я уж не говорю про мирских, у христиан-то страхи витают. Многие теряют веру. Я с пасторами разговариваю, пасторы говорят, слушай, я вообще вот не знаю, люди-то вернутся в церковь. Священники православные, католические говорят, не знаем, вернутся ли люди вот в церкви. Атеистические идеи какие-то стали летать. Все больше люди в Ютубе смотрят эти споры между атеистами и верующими. И надо сказать, что атеисты очень часто красавчики, красиво смотрятся в этих диспутах. А почему красиво смотрятся? Ну, потому что атеист, по большому счету, ни за что не платит, как говорится. Понимаете, ему, у него, с него как с гуся вода. Он может быть гомосексуалистом, может быть женатым, может быть разведенным, может быть с любовницами, может курить, бухать, колоться, веселиться. Понимаешь, он ни за что не ответственный. Он говорит, ну вот так у меня, ну вот так, имею на это полное право. А вот человек верующий, он по неволе попадает в координаты такие, моралистические. То есть от него уже требуется, чтобы он был мужем одной жены, чтобы у него там не ругался, по крайней мере, матом. Я уж не говорю там о зависимостях каких-то. И, конечно, атеисты чувствуют себя свободнее. Говорят, да в этом мире ничего нет. Ничего, вот ничего, все. Мы от динозавров произошли, а те, в свою очередь, от инфуфузора и туфельки. И там все у нас, все ходы записаны. Вон они, копните-ка пласты земные. Там оно что. А у вас муть одна сплошная. Так вот, но несмотря ни на что, несмотря ни на что, Слово Божие живо и действенно. И что интересно, что человеческая логика все равно всегда дает сбой. Вот парадокс. Я вот чем больше живу, тем больше понимаю. Вот люди пытаются жить логикой. И логика это неплохо. Но в ключевые моменты истории, логика, но постоянно, не просто дает сбой, а приводит людей к каким-то катастрофическим последствиям. И поэтому я порой смотрю, в этих диспутах атеисты завоевывают свою аудиторию, но от этого они не становятся правыми. Вот смотрите, даже посмотришь, вот в середине 19 века Карл Маркс написал свою работу «Капитал». Этот «Капитал» был настолько логичен, его написал не идиот какой-то, а историк, экономист, человек, который проанализировал все человечество и вывел простую мысль, что человечество неизбежно в борьбе классов приходит к новому, справедливому, социалистическому обществу. Это общество будет идеальным, в этом обществе не будет рабов, хозяев, там все будут равны, и это естественный процесс истории. Вот так родился коммунизм. Все логично? Логично. Стали мы счастливее? Нет. Стало еще хуже. Построили вместе с коммунизмом концлагеря, настроили еще всяких вещей, от которых сегодня нам стыдно. К чему я это говорю? Логика дала сбой на уровне даже общества. И люди говорят, нет-нет, лучше уж старый добрый капитализм, чем вот такой отъявленный коммунизм. Читаю как-то статью одну, научную, попалась мне статья, что в Италии, не помню какие, 70-е или 80-е годы, когда только человечество столкнулось с проблемой ядерных отходов. И не знают, что делать в те страны, где особенно, ну вот, стали использовать все вот эти вот атомную продукцию и так далее. И вот не знают, что делать с отходами, куда ее девать, она заразна. И вот итальянские умы, академики, изобрели какие-то чудотворные, чудные какие-то контейнеры, покрытые какой-то фольгой, свинцом, такими трехслойными какими-то защитами. И вот эти контейнеры, они решили опускать на дно Средиземного моря, прям складывая их так вот, редками и говорят, продумали все до мелочей. И вот там интервью с главным там чуть ли не академиком, радиофизиком Италии. Он говорит, мы вообще итальянцы нашли золотую жилу, теперь все страны мира будут сдавать там свое радиоотходы, радио, простите, атомные отходы, а мы будем паковать в контейнеры, они нам платят деньги, и мы укладываем на дно моря Средиземного, и оно там пролежит до тех пор, пока солнце не погаснет, либо ад не замерзнет. И вот они как-то так вот все продумали. Что интересно, только сложили первые свои контейнеры, а там в Средиземном море какой-то рачок завелся, или живет какой-то рачок, какой-то, который в микроскоп-то не просмотришь. Этот рачок, оказывается, стал проедать всю прошивку, вот эту всю полностью, и все эти радиоактивные отходы полезли в море, в океан, и там все забили тревогу, говорят, еще хуже стало, чем было, даже в землю закопаешь меньше проблем, а тут, представьте, в море все идет, кошмар. А логика была железная, и за этой логикой стояли, за этой логикой, самые светлые умы Италии. Представьте, не какие-то люди с улицы, опять логика дала сбой. И каждый раз люди, вот во время этих логических размышлений, снова пытаются нам доказать, что мы какие-то идиоты, пережиток средневековья, в 21 веке, занимаемся какой-то ерундой, читаем Библию, выискивая там слово Рэма. Так вот, как раз слово Рэма и приносит свою силу во все времена, и до сих пор, я верю, надежда великая у церкви. Так вот, возвращаясь ко мне, и вот в 2020 году, я живу, живу, уже как-то год проходит, и говорю, Господи, слово нужно на 2021, мне нужно слово, вот знаете, мотивация, это слово, в которое бы я верил. Тишина, вот просто тишина какая-то внутри меня. Я сразу вспомнил, в Библии, как говорится, что и видения в то время были нечастые, и слово Господнее было тоже нечасто в Израиле. И думаешь, такая вот какая-то, знаете, вакуум какой-то духовный, читаю Библию, ну как-то читаю, читаю, ничего такого не вижу. И вот уже в ноябре месяце, в ноябре, вы знаете, я живу, и вот сталкиваюсь постоянно с каким-то духом страха. Вот он везде вокруг меня живет, наверное, как вокруг тебя. Вот ты общаешься с людьми, даже люди пытаются себя веселить, там шоу какие-то устраивают, комедий-клаб, а вот ты чувствуешь, знаешь, когда человек делает комедию, а внутри он боится, все равно. И в ноябре месяце начинает у меня где-то внутри играть какое-то слово, такое, избавление, вот внутри, раз, избавление, избавление. Я как-то стал с ним играть, с этим словом, и чувствую, как будто бы я нащупал, знаете, вот что-то, что от Господа начинает говорить в мое сердце. Я говорю, Господи, давай, говори больше. И раз везде в местах Писания я вдруг начинаю видеть это слово избавление, такое достаточно непопулярное, ну, не часто встречающееся, ну, уж на каждой странице Библии, но вижу кругом избавление. Когда родился Иоанн Креститель, хоп, Захарий, слово приходит, и будет избавление народу израильскому. Когда Израиль был в рабстве, когда они там угнетаемы были своими этими, ну, соответственно, своими хозяевами, написано, приходили пророки и говорили, даст Бог избавление. Избавление всегда дает надежду. И мне так четко, в конце ноября приходит ясно, год 2021 будет годом избавления. Избавление во всех сферах. Избавление. И я чувствую, мне как-то в сердце пришла такая радость, знаете, я осознал еще раз, что даже в этих диспутах и спорах, простите, я возвращаюсь к ним, потому что что-то в последнее время и меня все вызывают в интернете на всякие диспуты, какие-то атеисты и пытаются доказать мне, что Библия нелогична. Я говорю, да идите вы со своей нелогичностью. Я мыслю по-другому, понимаете? Мы мыслим, верующие люди, по-другому. У тебя, у тебя вообще одна парадигма, у меня вообще другая. Что слепому объяснять, какая Джоконда красивая? Поэтому мне не надо тебе объяснять, ты просто слепой в тех вопросах, в которых я живу. Я живу еще, вы знаете, эмоциональным ощущением Господа. Это переживание. Это не просто вот текст какой-то там замудренный. Я говорю, это вот мои личные переживания встречи с Господом. Ты не можешь никак это вытащить. Даже если ты мне докажешь, что какие-то исторические несостыковки есть в Библии, мне чихать на это, потому что от этого Христос не изменился. Он как пришел и умер за мои грехи, так и умер, и воскрес. Вот и все. Что ты ко мне пристал со своими выкладками хронологическими? Тем более, когда начинаешь там вот эти вот миллионы лет, динозавры, там все доказано, что-то там. Я говорю, ты сам себя слышишь? Миллион, сто миллионов лет какой-то диплодок ходил. Я говорю, мы не знаем, кто Кеннеди убил в 61-м году, а ты мне хочешь сказать, что сто миллионов лет ты знал, где диплодок ходил в Нижегородской области. Ты что мне рассказываешь? Поэтому, когда проходят миллионы лет, это все очень неуловимо. А теперь говорю в другую сторону. Как мне объяснить некоторые вещи, которые я сам переживал? Вот сам переживал, видел какие-то чудеса, совпадения какие-то, которые я понимал, что это его почерк. Мой наставник, один из первых наставников, это был епископ Филипп Гаврилович Шверид. Замечательный человек, он уже на небесах, и он жил в самую тяжелую эпоху, наверное, вот как раз в эпоху и после пастров, в те, в советские времена. В тюрьме два раза приговаривали к смертной казни его, к расстрелу, заменяли потом на 25 лет тюрьмы, потом давали амнистию, всего он насидел 11. Я им говорю, как много, Филипп Гаврилович, он говорит, всего-то 50 должен был. Говорит, нет, нормально, 11, это мне милость и благодать. Думаю, вот как люди мыслят. Я жалею, а он говорит, это милость, 11 лет. Так вот, я с ним разговаривал и говорил, Филипп Гаврилович, вот как так, вы жили в 50-е и 60-е годы, когда Хрущев говорил, по телевидению покажут последнего верующего, последнего попа. И вы вот в это время, когда такая была машина атеистическая, он нам рассказывал, что с ними там и в тюрьме, и в заключении садились там не просто вот какие-то политдеятели, а специально приглашали всяких ученых, которые говорили об атеизме, доказывали, тем более людям, ну, малограмотным. У него что, только школу он закончил, и то только во время войны, с трудом. Вот, и так, только Библия, больше, чего он еще в то время советское мог читать. Так Библия-то была подпольная. Я говорю, Филипп Гаврилович, как вы продолжали верить в Бога, когда вам все умы, и вся литература говорила об атеизме. Как? И Филипп, как сейчас помню, рассказывает. Он говорит, ну, когда, говорит, я просто вот молился за некоторых больных людей, и они становились здоровы, я уже, говорит, понимал, что это что-то из мира непознанного. А когда, говорит, я в концлагере, там, в ГУЛАГе, говорит, был, умирал, и меня списали вообще в какой-то там, какой-то есть барак, где уже потенциально все покойники, даже трупная команда приезжает, ее называли, забирали там покойников этих, голодных, изможденных людей, и он говорит, и я уже среди них, меня туда списали, все, как в том анекдоте. Сказали в морг, значит в морг, так я еще есть хочу там, да иди, и все, в морг. И он говорит, и вот я там лежу, у меня, говорит, туберкулез, обеих легких, все, полностью пробиты. И он говорит, лежу, брат во Христе, из другого барака, пробрался ночью, забрался, говорит, ко мне, а я лежу там, задыхаюсь среди трупов одних, и говорит, пробрался и сказал мне, говорит, брат Филипп, мне сегодня ночью, говорит, пришло слово Господне, слушайте, Рема, вот это Рема, говорит, как к нему Бог пришел, что он ему сказал, сказал, скажи Филиппу, будешь жить, и будешь пастором, и только тогда отойдешь на небеса, когда я ему скажу, а это будет не скоро. И Филипп говорит, я молодой парень с туберкулезом, с покойниками лежу, он за меня помолился и ушел. Я утром проснулся, чай попросил, чай попил, потом, говорит, пришел, меня перевели в барак уже в нормальный. И он говорит, я выжил, вот он, говорит, кто это, какой атеист, говорит, какие вот эти книги должны быть, какая логика. Он говорит, я видел руку Господню на себе, ну как мне еще. И я думаю, сильно, потому что это совсем другой мир. Это мир слова Рэма, когда приходит Божье Слово, и оно приносит результат. И вот избавление, это избавление, оно как-то так со мной стало играть сильно. И приходит текст, такой самый яркий для меня. Исаия 51 глава, 11 стих. Исаия 51, 11. Написано. «И возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением. Радость вечная над головою их, они найдут радость и веселье, а печаль и вздохи удалятся». Удивительно. Смотрите, написано, «возвратятся избавленные Господом». Вот Исаия, когда писал эти слова, он писал эти слова рабам. Люди находились в рабстве, и они с трудом верили в то, что они вернутся в свою землю, на которой они жили, которую обещал им Господь. Вот представьте, у них могло быть сомнение. Вот они жили, их деды, прадеды, отцы жили в Иерусалиме. Потом пришли их враги, их увели в рабство. И вот они живут в этом рабстве, и все обстоятельства, они говорят, ну все, это никогда не изменится. Пандемия никогда не пройдет. Сейчас вторая, потом третья волна. Мир будет другой, он больше никогда не вернется к тому, какой он был раньше. Это все поют везде, экономика уже другая. А я сижу и думаю, да какая мне разница, даже если он будет другой, этот мир. Ну другой будет он, ну пускай будет какая-то еще волна. Господь говорит сегодня, все будет хорошо. И Исаия приходит к своим людям и говорит, да возвратитесь вы, избавленные, слово будет и избавление. Избавление, это когда ты был в рабстве и стал свободен. Был в долгах, стал без долгов. Был больной, стал здоровый. Был неженатый, стал женатый. Вот избавление, это реальная радость. И он говорит, и придут на Сион с пением, и радость вечная. Это очень важное слово. Помните, я проповедовал несколько собраний назад о моторе радости. И вот радость, она имеет свойство прекращаться. Вот что самое интересное, что и страдания, они тоже имеют свойство прекращаться. И вот когда прекращаются страдания, прекращается, тогда ты понимаешь, что радость имеет свойство вечности то есть если ты нашел радость вечную в господи то вот этот вид радости никогда не пройдет и вот исай говорит поймите радость ваша должна быть не не вот какая это земная что-то у вас лучше стало быть вечная радость будет с вами потому что вы будете знать меня лично и значит радость будет вечная независимо от того пандемии не пандемии экономика не экономика она вечная они найдут радость и веселье найдут главное слово какое печаль и вздохи удаляться печаль и депрессии это вздохи это прообраз вот депрессии они просто куда-то удаляться знаете эрих мари ремарк такой немецкий писатель потрясающий наверное для меня наверно один из самых великих если меня спросили каково знаете у каждого есть свои писатели самые интересные вот почему-то жизни встречаешься с такой с таким интересным моментом вот кому-то нравятся какие-то писатели люди читают а ты удивляешься что есть просто шедевры что не книга то шедевр а как-то мало известные по крайней мере ну среди нашей публики но вот я бы поставил эриха мари ремарка среди может трех а то и двух самых великих писателей каждая его книга это как смотришь просто в 3d фильм и причем немец по национальности немцы обычно нудные такие товарищи а это просто классный и вот у него есть произведение называется искра жизни когда я читал эту искру жизни я всегда думал думал господи как можно написать такую книгу просто ужасное по тексту вот если те самые вот если нарисовать все самое серое и страшное вот это вот искра жизни название даже искра жизни он описывает концлагерь последний год жизни в концлагере просто людей даже главный герой он даже не имя его просто номер под ким он живет и вот вся книга ты читаешь это вот смерти покойники концлагерь голод грязь опять мучения страдания смерть убийства печи я думал эту книгу вообще читать просто невозможно но настолько увлекательно интересные авторские что раздумаешь все вот эту последнюю страницу этого да я почитаю больше не могу прочитываю потом еще 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 и так до конца и потом просто шедеврально ты понимаешь во первых по реальным событиям во вторых так гениально описано это понятие избавление что оказывается вся суть она об избавлении что вот в этом огромном количестве людей находящихся в концлагере у людей самое главное умирает надежда то есть никто не верит что они выйдут оттуда концлагерь для того чтобы они там умерли и вот я щас вспоминаю думаю вот как будто этот двадцатый год и как какая-то демонический концлагерь который говорит все мы здесь умрем и все будет плохо и вот только несколько человек находятся в этом концлагере которые говорят нужно сопротивление какое-то оказывать и эти зеки в этих полосатых рубашках говорят какое сопротивление нам есть нечего мы умираем там через день нас в печи засовывают о чем ты говоришь и вот интересный момент начинается бомбежка города и они видят город бомбят но видимо американцы напали и вот горит город а для для заключенных это надежда какая-то знаете в будущем они вдруг надежду видят говорят бомбят значит скоро придет смотрите слово какое избавление и самое удивительное вот что я увидел даже в этой мирской книге описано в даже самой реакции людей как сегодня верующих и неверующих большая часть концлагеря говорят нам это не поможет вот просто они не верят говорят бесполезно все равно не поможет и только небольшая группа говорит все будет нормально мы выберемся все будет хорошо они как будто поверили в слово рема что все будет нормально за господом последнее слово друзья мои и удивительно что когда освободили концлагерь этот парадокс описан тоже эриха марии ремарка когда приходят союзники открывают концлагерь большая часть людей даже не хочет выходить из него они не хотят они сидят в нем вот в этих условиях и говорят а куда нам идти а как мы будем жить мы привыкли и когда услышал это слово привыкли как ты что привык вот к этой к этому жизни к этой ты привык к этой баланде ты привык к этим надсмотрщикам ты привык что каждый день кого-то убивают мы также привыкли к этой вот нищете привыкли к этим маскам бесовским ходим здороваемся как сами как демоны я уже не знаю как общаться с людьми ты знаешь раньше я помню я приходил церковь я обнимал людей целовал там все нормально сейчас подходишь 5 холодных сосисок протянешь еще не знаешь можно нельзя в карман суешь думаю так жить нельзя вот просто внутри моя природа она этому противится а с другой стороны я понимаю что вирус реален я понимаю что проблемы люди реальные люди по-настоящему умирают но надежда она вперед показывать на избавление и примите это слово вот в этом году примите его как рэма который чё-то раз раскроет чего-то разведет каким-то образом слово рэма придут избавленные на сион придут с радостью и с пением какая радость честь чего она будет я не знаю но ты дух этот прими не оставайся в этом концлагере уже двери бог 2021 открывает для тебя и говорить все я открываю тебе калитку вот союзники стоят с автоматами они радуются говорят выходить эту свободу из 100 человек только 10 говорят мы вас так ждали а другие 90 вот с этими какими-то лицами полностью атрофированные мозгами сознанием и жизнью ничего хорошего нас там не ждет будет третья волна пандемии потом будет опять а где мы будем жить а где будем есть опять на улице все плохо холодно господи помилуй нас всех если вы верите в мои слова крестик поставьте чтобы меня хотя бы вдохновили вот здесь это я к тем кто смотрит нас и друзья мои и вот я получил это слово оно как-то меня так оживило дало мне такой потенциал я как-то раз мои фары включились как-то я хоть не вижу все но дальний свет уже хотя бы метров на 50 все думаю в порядке и ты знаешь как ты даже я ожил хорошо себя почувствовал сейчас был санаторий поехал целых 12 дней мне там массаж делали что там еще всякие там штучки в этом массаже люди там ходят ну такие кто без рук без ног все восстановительные хоккеисты я их называю все с клюшками и общались хорошо и смотрю люди люди тоже депрессивные и думаю мне нужно даже было приехать чтобы им даже сказать что все хорошо и без рук и без ног жить можно все нормально ребята и вот прямо в этот момент пока я нахожусь в санатории мне жена пишет и говорит слушай тут говорит позвонил хорхес маргариты но кто и знает это помощники пастора сезара кастланоса а я накануне обзвонил всех пасторов кого знал друзей там об некоторых апостольских таких служения в разных странах говорю есть вас какое-то слово на 21 год какое-то слово всех прям тишина вот знаешь как 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 пустыня никто ничего не знает все тишина я уж пастору сезару кастланосу говорю слушайте у вас то есть какое-то слово рима нету пастор сезар ничего не говорить нам молчит тишина и тут хорхи пишет вере и говорит мы хотим с павлом поговорить тоже она говорит в дом санаторий туре там с интернетом проблем темы ну как-то и от слова сказав сезар кое-что пророческое 22 и гонки от 2021 год это будет год время плода это плод будет бог даст плод я такой раз внутри думаю избавление плод и вы знаете такая ясность какая-то пришла сначала такой конфликт думаю избавление плод причем не тут как как это все связать и потом вдруг понимаю слушайте в мире многие вещи созданы симметрии кстати еще одна загадка науки кстати загадка который тоже атеисты не могут на нее ответить почему в мире много симметрии то есть почему два глаза почему две руки в две стороны почему бабочки два крыла ну и так далее почему симметрия и и и и я понимаю слушайте так это же это же симметрия вы знаете как как два рельса как как два крыла самолета потому что только восстановленный способен приносить плод вот только здоровая может приносить какой-то нормальный плод даже иисус сказал не может дерево худое приносить плоды добрые а худое это не всегда плохое худое это больное в русском языке всегда слова худой обозначал больной вон девка худая замуж ее нельзя отдавать почему не родит она потому что худая больная дохлая так вот никогда ничто не способно приносить плод если она будет нездоровая и вот удивительно а смотришь деревья зимой листьев нет ничего нет и вроде надежды даже тоже никакой нет вот если бы человека который никогда не видел зиму привезти сюда и показать наши деревья они реально будут думать что ну зелени здесь не бывает это реально я говорил с африканцами вот африканцы приезжают к нам студенты они говорят на полном серьезе на зимой когда приезжаем в россии мы смотрим какие-то палки торчат говорят вроде на деревья похоже но говорит мы думаем мы думаем говорит вот так у вас так всегда но говорит потом раз апрель и говорит эти деревья хруст зеленью покрываются нам говорят так интересно вот эти ребята все южные и мы ухты мамочки а потом будет у них раз цветочки на дереве там скукотища чё там на мальдивах океан всегда зелень всегда а минус 30 ух потом весна все потом об осень с плодами обратите внимание плоды но плоды то в отличие от них такие у нас что у нас кажется дерево не то что но там плоды даст кажется но вообще не выживет а она еще плоды потом даст и вот то же самое тот же самый прообраз слове рима господь говорит послушайте вот вам кажется сейчас что будет все хуже после пандемии а я говорю исай говорит будет лучше да ладно тебе сидит представь евреи в рабстве там сидит в этом вавилонском ему пророк исай говорит лучше все будет он говорит лучше ты чё куда лучше я уж вот хлеб есть еда есть и да на том спасибо господу мы всегда богу ходим молимся и радуемся рабы ну хоть живые он говорит слушайте вы вернетесь на свою землю у вас будет своя земля пение там будет там будет радость вечная там будет все по-другому вы будете просто наслаждаться жизнью что то трудно в это поверить что граница откроется да и мы будем даже в европу иногда летать будете все будет нормально будет избавление а самое главное за избавлением придет плод потому что это время плода плод во всем плод в экономике плод в твоем здоровье плод твоей жизни плод в церкви и место писания исайя 6022 смотрите что говорит что интересно между двумя этими местами писания всего разница в 9 глав удивительно не кастела нас мне об этом не говорил не я ему не говорил у нас всплывают места писания от из одного того же пророка с разницей в 9 глав один и тот же посыл один и тот же обращение одного и того же пророка к одному и тому же народу но две рельсы избавления я понимаю если мы не избавимся от этого мышления рабства от этого страха и депрессии то мы не сможем приносить плод если яблони не поверят что зиму можно пережить она никогда не принесет плод она замерзнет ближайшие же морозы но если она переживет избавление тогда будет и цветение исайя 6022 ох сколько плюсиков то много пишите еще плюсики так приятно друзья от малого произойдет тысяча от самого слабого сильный народ вот смотрите даже сравнение какое говорит от от одного тысяча а как это господи ну как тысяча от одного как-то трудно поверить трудно поверить но если ты поверишь так будет от самого слабого от самого несчастного будет сильный народ появится и дальше смотрите . говорит я господь и ускорю совершить это в свое время бог говорит в мое время не в твое не как ты думаешь а у меня есть время и я его назначил вот на следующий год этот год страдания может быть для кого-то но для большинства какого-то страха какой-то безысходности но главное помните что когда откроется ворота концлагеря вы не остались там а чтобы вы пошли в новое в радостную жизнь и кстати заканчивая эту книгу как раз эриха марии ремарке риск раз жизни там заканчивается что оставшиеся в живых они кто в сопротивлении участвовал они идут там с этих полосатых рубашках по дороге несколько человек там друзей идут и рядом приезжают солдаты освободительной армии машут им и глава не видели никогда эти солдаты думали что это форма какая-то военная они чего там у вас за форма а те идут полосатых рубашках у них ничего нет у них нет еды у них нет документов у них нет им некуда идти потому что у них никого в живых не осталось они тут несколько человек но у них есть такая надежда они говорят будущее у нас хорошее они рассуждают так как они женятся как они сначала наедятся потом как они построят дома будут работать как они женятся и они видят будущее почему называется искра жизни то есть надо увидеть вот за всем вот этим кошмаром увидеть будущее они остаться там и поэтому пророк исай говорит все нормально избавление придет для вас точно и она будет от господа почувствуйте радость даже там где у вас был пробел и потом будет плод плод придет сам вы даже удивляться будет да что-то вы будете делать для плода для плода нужно что-то делать проектировать нужно создать атмосферу чудес атмосферу планирования планируется планирует лучше доброе но ты это делаешь только лишь направляя будущее но бог сам со словом рэма бык приходит и приносит плод дерево никакое не напрягается когда приносит плод она не мучается обрати внимание зима прошла бык весна появились какие-то цветочки беленькие мы смотрим о как красиво дети даже не знают что из цветочков появляются зависть а потом плоды а потом осенью вы видели хоть раз чтобы садовник вышел с плетью и начал его лупить это дерево плоды приноси трясет где яблоки и яблоня сейчас плод принесу она вообще не напрягается почему яблоня не напрягается потому что она четко знает у нее есть рэма господь сказал яблоня осенью будет плод если не будешь болеть а болеть не будешь потому что ты избавленная все яблоня избавилась есть зависть и плод много яблок мы приходим и что у нас радость поэтому прими на две тысячи двадцать первый год дорогой мой брат или сестра все кто смотрите нас этот год год избавления и время плода год избавления и время плода это год твоего избавления от страхов от болезней от ужасов ночи от депрессии от безысходности и избавления и второе это время плода плод придет свое время под твою жизнь придет во все сферы твоей жизни и это будет от него его рука бык а ты только воздавать славу будешь и планировать делать что-то но естественно без напряга без без какого-то безумия в радости в счастье давайте поднимемся и будем молиться бог всегда движется в той атмосфере которую мы создаем ему легко двигаться вот духу святому легко двигаться в той атмосфере которую мы создаем мы же ее создаем и кстати опять простите я сегодня даже проповедую столько не столько библии сколько эту книгу искра жизни удивительно что я читал лет десять назад она пришла мне память прямо на ней вот пару дней назад пришла потому что все прям чем больше думаю думаю вот все эти мысли вспомнились знаете удивительно что люди были способны в концлагере несколько человек приготовиться к тому чтобы союзники пришли и я всегда думал зачем они готовились вот для чего как готовиться к тому что пришли оказывается люди уже готовили атмосферу всю они начинали прорабатывать всех остальных которые были в депрессии говорит что будет исправление вы приготовьтесь нужно подготовить все время что было планирование чтобы не было хаоса чтобы люди начали давить друг друга а вдруг соперники начнут нас убивать в последний момент давайте создадим группы какие-то ячейки домашние они там концлагере создавали ячейки представляете чтобы группы кто были сильнее могли оказать сопротивление сессовца когда будут их там ну уничтожать и представляете и победили и думаю такой пример яркий четко с 21 года аминь ячейки у нас все работы домашней группы через зуб все в порядке создаем атмосферу веры атмосферу чудес всех кто у нас расслабился мы им говорим продолжая верить все будет хорошо избавленный господом будет радость и веселье у меня все плохо пастор у меня все у меня даже близкие умерли у меня вообще все плохо слушай но если ты жив если ты еще ползешь если ты еще не умер если ты еще смотреть можешь значит все хорошо аминь господь драгоценный молюсь прошу тебя очень благослови благослови отец нас словом рэма отец мой на 2021 год это слово искупление избавление господь да придет избавление господь мой год избавления и время плода да придет господь избавление твое избавление избавление и придет время плода господь когда плод сам придет нам не надо бояться господь мы просто проповедуем в простоте живем свидетельствуем о нашем господи иисусе христе мы верим господи что твоя рука с нами она сверхъестественно поведет нас мы любим тебя благодарим тебя Спасибо тебе, Царь, Царей и Господь, Господствующий Благодарим тебя, Господь Ты создаешь избавление Ты создаешь, Господь Ты даже избавил нас, когда мы были грешники Когда мы утопали в грехах, Господи Ты тогда уже пришел на землю Для того, чтобы забрать наши грехи Взять их на себя То тем более сегодня Когда мы, Господь мой, измучены этой пандемией Измучены многими этими негативными событиями 2020 года Господи, верим в Твое избавление Когда придет союзническая армия Твоя армия ангелов, Господь Твоя армия Святого Духа Да придет и освободит, откроет эти ворота нашего концлагеря Господи, я прошу Тебя Не дай нам остаться в этом духовном концлагере Чтобы открылись ворота и мы были способны Создавать атмосферу порядка, чудес Господь, чтобы мы продолжали быть Господь мой в единстве, в общении Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok